Всем привет! Сегодня у нас такой обзор, который был снят позже всего, но выходит раньше по вашим просьбам в инстаграме. Речь сегодня пойдет вот в таком чудесном квайкине флиппере с нестандартным расположением плавника. Это, сразу скажу, это китайская реплика от компании CH. Я думаю, многие видели такие коробочки с двумя буквами CH, в которых лежит нож, флиппер и у которого рукоятка по титану черепок выпуклый сделан, разных цветов. Это, наверное, самый дешевый нож с 35-кой. Скажем так, как работают вообще китайцы, чтобы вы понимали. Это, я уже сказал, что это реплика, причем это реплика на американского кастом-мейкера, который делает вообще в единичных исполнениях. Он не фигачит, как Морфиона или Страйдер. Он реально делает такие единичные экземпляры. У него много моделей. Сейчас он больше, наверное, всего делает это кухонников, нежели складней. Но есть у него и складни. Зовут его Майкл Заеб. Скажем так, Заеба. Как бы смешно это ни было. Может быть, я неправильно читаю его фамилию. Может быть, Зиеба. Ну, в общем, как-то так. И, в общем, я как-то наткнулся на этот чудесный квайкин. В оригинале он из стали ZDP 189. И имеет тот же самый рисунок. Но только титан просто гладенько обработан. И это все дело синее, фиолетовое. Я так понимаю, в зависимости от ваших потребностей. Все это чудо стоит каких-то там 500 долларов. Они даже попадаются на eBay. Вот. И как работают китайцы? Они покупают оригинал, копируют, сканируют. И потом его также продают. И вот не так давно я лазил на просторах DHK. Это может быть пару месяцев назад. И увидел, что продают такой же нож за 500 баксов. В смысле, оригинальный. Я еще думаю, ничего себе китайцы стали делать. И тут я вспомнил, что принцип работы у китайцев такой. И стал ждать, когда же этот нож появится. Вот он появился. Появился он все в том же магазине, в котором я покупаю уже не один десяток своих ножей. И рекомендую друзьям. Ссылки на оба магазина одного и того же продавца я вам оставлю в подписи. Ну и что мы с вами имеем? Имеем мы с вами вот такое аккуратное, легенькое титановое тельце. Весом 82 грамма. И что вы посмотрите на клинок. Вот так хитро он открывается. Вот такой вот квайкин. Который собран всего на двух винтах. На чудесном мягеньком подшипнике. С очень удобной клипсой. Единственное, что вызывает вопрос. Ну, не очень мне нравится цветовое решение. Лучше бы это был просто титан отгалтованный. А здесь получается принцип такой. Титан сначала анодировали в золотой цвет. Затем покрасили черной краской и отгалтовали. Выглядит примерно так. Я, конечно, думаю, что можно при желании все это дело ободрать. Отполировать заново. Скажем так, переанодировать. Ребят, ну я не знаю, насколько это того стоит. Потому что нож стоит вообще копейки. Я точно не вспомню. Там доллар, по-моему, 85 что ли. Что-то такое. Что по клиночку. Обух 3,2 мм. Длина клинка 91 мм. Как я уже сказал, очень плавный. Очень легенький, классный подшипник. Который вообще не шуршит. Его вообще не слышно. И на самом деле, к этой системе открывания я привык достаточно быстро. Что без довода кистью просто открывается. Очень удобно. И выглядит. Ну и теперь самое интересное, ребят. Это та же самая фирма CH. Я просто коробку забыл. Надпись на клинке ZDP 189. И где бы я не смотрел этот нож, в каких бы магазинах, на Алиэкспрессе, на DHGate. Задавал вопрос напрямую продавцу, с которым я работаю. Который меня уже узнает по имени. И знает уже, где я живу. Все пишут, говорят, что это реальная ZDP 189. Если это реальная ZDP 189. Пусть она даже, она заявлена, что-то единиц 60, 61. Пусть даже 58. Ребята, за эти деньги это бомба. Я на жем крайне доволен. Ссылочки оставлю. Всем, кому интересно, покупайте. Сразу хочу сказать по сведению. Со сведением здесь штука странная. 0,5. 0,7. 0,6. Есть вопрос. Вот. Нож сейчас же отправляется, пакуется и отправляется Константину Сажину от Ropus Knife. У него есть возможность провести анализ стали и сказать, что здесь за сталь. Параллельно он измеряет твердость и, возможно, он его пересведет. Но об этом немного позже. А так нож супер. Очень удобный квайкен. Хорошие габариты. И понятно, что это такой чисто столовый нож. Вот. Но при всем при этом штука классная. Всем спасибо. Кому интересно, по ссылочке. Пишите вопросы, если есть. Поэтому даже с удовольствием отвечу. На этом и все. Всем спасибо. Пока.